Оба главных претендента на президентский пост, а это глава партии Гражданской платформы и спикер Сейма Бронислав Комаровский, а также глава партии Право и Справедливость Ярослав Качинский, вели свою кампанию достаточно сдержанно и умеренно. Поначалу аналитики без особых колебаний предсказывали легкую победу Брониславу Комаровскому. Кажется, к тому и шло. Рейтинги его были значительно выше, чем рейтинги второго основного претендента Качинского. И казалось, что все, в общем-то, предрешено, и, возможно, кампания обойдется одним туром. Но, несмотря на краткость кампании, она преподнесла некоторые сюрпризы. И суть вот этих неожиданностей состоит, в общем-то, в следующем. Ну, во-первых, неожиданно для многих Ярослав Качинский проводил эту кампанию не в характерном для себя агрессивно-напористом стиле, стиле нападения. Он проводил эту кампанию в стиле умиротворения и призыву к прекращению, как он выражался, польско-польской войны. Его лозунгом был лозунг, согласно которому Польша – это главное. Польша – это главное. Он хотел бы быть президентом всех поляков. И эта неожиданность оказалась в известной степени фатальной для основного политического противника Ярослава Качинского – Бронислава Комаровского. Потому что обычно гражданская платформа строит борьбу с правом и справедливостью именно на том, что вот этот агрессивный стиль, вот этот стиль отрицания, стиль агрессии подвергается критике. И что делать? Новой стратегии разработано не было. Более того, той доли обаяния, той доли харизмы политической, которая бы нужна в этой избирательной кампании, у Комаровского не оказалась. И поэтому, в общем-то, эта избирательная кампания была не торжествующим шествием Комаровского к президентскому креслу, а это все-таки была борьба. Более того, конечно, по рейтингам Качинский и сейчас отстает от Комаровского. По последним данным, у Комаровского что-то такое порядка 48%, а у Качинского 34%. Это серьезный разрыв. Поэтому, в основном, аналитики предполагают, что второго тура не избежать. Как завершиться второй тур, можно, конечно, только предполагать. Судя по всему, все-таки победит Комаровский, но вероятность победы Качинского не исключена. Что касается перспектив польско-российских отношений. Вот здесь, все-таки, несмотря на все те перемены, которые действительно произошли в мировоззрении Качинского, или те перемены, которые он демонстрирует сейчас, в общем, это не так и важно, все-таки остается предположить, что в случае победы Бронислава Комаровского, польско-российские отношения будут складываться более благоприятно. Но уже хотя бы потому, что это политик более прагматичный, это скорее реальный политик, чем политик, который основывает свой политический курс на неких ценностях. Комаровский – это политик, основывающий свою линию поведения на интересах, а не на ценностях, в отличие от Качинского. Поэтому, в общем-то, для России, наверное, предпочтительнее победа Комаровского. А уж какой выбор сделают поляки, мы посмотрим в воскресенье.